Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Человек вносил свои письмена в дивную книгу Божию и прежде всего строил по всей земле храмы, монастыри. Вот это-то и стало определяющей особенностью русского ландшафта. Интересно, что особенность эту даже раньше, чем живопись, отметила русская литература. Князь Вяземский, давая свое обобщенное видение русского пейзажа, писал Белеет над водой пристанище молитвы, дом Божий, всем скорбям гостеприимный дом. Там привлекает взор далечий кругом, в прозрачной синеве просторной панорамы, широкие поля, селенья, Божьи храмы. Леса, как темный пар, поемные луга и миловидные родные берега извилистой реки. Божьи храмы. Без них теперь трудно представить себе русский пейзаж. О значении храма в ландшафте очень хорошо сказал Александр Солженицын. Пройдя проселками Средней России, начинаешь понимать, в чем ключ русского пейзажа. Он в церквах. Сбежавшие на пригорки, взошедшие на холмы, царевными белыми и красными, Вышедшие к широким рекам, колокольными, стройными, точеными, резными, Поднявшиеся над соломенной и тесовой повседневностью, Они издалека, издалека кивают друг к другу. Они из сел друг к другу невидимых поднимаются к единому небу. И где б ты в поле, в лугах, не брел, подали от всякого жилья, Никогда ты не один. Поверх лесной стены, стогов наметанных и самой земной округлости, Всегда манит тебя маковка колоколенки. И всегда люди были корыстны и часто недобры. Но раздавался звон вечерний, плыл над селом, над полем, над лесом. Напоминал он, что покинуть надо земные дела, Отдать час и отдать мысли вечности. В эти камни, в колоколенки эти, Наши предки вложили все свое лучшее, все свое понимание к жизни. Божьи храмы поистине одухотворяют русской ландшафт. Но ведь храм – это не просто украшение пейзажа, И не архитектура только. Храм, если употребить современное понятие, Это модель мира, модель божественного космоса. Правда, древние такого слова не знали. У них было свое понятие – от множества малость. От множества малость. И вот эта малость несла в себе все особенности, Все свойства множества. Поэтому, опять-таки, современным языком говоря, Божий храм – это носитель информации о мире. Ведь это очень важный вопрос. Каков мир? Каково Божие творение? И человек получал ответ на этот вопрос, Созерцая храм, участвуя в том, что происходит в храме. И вот первое ощущение, которое невольно воспринимается при созерцании храма – Мир Божий, творение – прекрасно. Красота становится духовной реальностью. ПЕСНЯ 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 создала особый тип Божьего храма. Это храм крестово-купольный. Его внутреннее объемное построение основано на крестообразной композиции, образуемой опорными столбами, а над крестом, символом искупительной жертвы Христовой, небесная сфера, символизируемая куполом. Западная архитектура знала в это время совершенно иной тип церковного здания, которое заимствовано еще из античности. Это базилика. Базилика – это большое прямоугольное в плане объемное пространство. Но дело не просто в различных типах церковного здания. Тот и другой храм по-разному символизируют жизненный путь человека, символизируют через движение в храме, не только физическое, но и мысленное движение взора. Базилика представляет жизнь как горизонтальное поступательное линейное движение. В то время как в крестово-купольном храме горизонтальное движение невольно через взор увлекается вверх, от креста к небесной сфере. Человек входил в храм, и теперь, казалось бы, видение его ограничено стенами, сводами. Но на стенах-то и сводах росписи, иконы. А православная живопись – это окно в горный мир. И восприятие божественного космоса становится в храме беспредельным. Человек слышал пение церковное. А это пение строилось по канонам пения ангельского, как это запечатлено в предании церкви по свято-отеческому свидетельству. ПЕСНЯ Итак, все, что совершалось в храме, все церковные искусства согласно говорили об одном – о подлинном смысле бытия, о необходимости соединения дольного с горным. ПЕСНЯ Человек вписывал в дивную книгу Божию и знаки особого рода – это посвящение церквей. Ведь церковь – это же не просто абстрактный храм. Она всегда посвящена либо какому-то святому, либо празднику. И поэтому, созерцая храм, необходимо пережить хотя бы какой-то эпизод из жизни этого святого, извлечь для себя духовный урок или обратиться вниманием к событию праздника. Вот здесь, на этом месте, у слияния двух рек Нерли и Клязьмы, святой благоверный князь Андрей Боголюбский в середине XII века поставил храм, который он посвятил покрову Божьей Матери. И в этом был особый смысл. Всякий, кто проезжал, проходил мимо этого храма, сознавал, вот эта земля находится под особым, благодатным покровом самой Богородицы. Храм Покрова – это и великий шедевр древней русской архитектуры, и знак особого внимания, особого покровительства Божьей Матери к этой земле. Вообще, этот праздник – один из самых любимых у русского народа. Он не относится к двунадесятым, но празднуется, по сути-то, наравне с ними. Важно, что праздник, который возник в Византии, там, ну, почти забыт. А вот здесь, на земле русской, он очень любим, очень почитаем. При том, что праздник этот пошел по русской земле именно с этого места, вот от этого храма, это первый покровский храм. Ну, а теперь покровских монастырей, соборов. Наверное, есть честь на всей русской земле. Бог, втирающий при чистом образу и на благо лет, Бог, ты нас счастлив в моих покровах, И избави нас от всякого зла. Боля, счастлива, твоего, креста Бога нашего, В давние времена перемещались в основном по рекам. И вот тех, кто приплывал во Владимир-Поклязьме, встречала поражающее воображение белокаменная архитектурная симфония. В начале церковь Покрова. Затем белокаменный замок Андрея Боголюбского. А через несколько верст над зелеными кручами над рекой Великолепные Владимирские соборы. Субтитры создавал DimaTorzok Но дело, конечно, не просто в одной архитектуре. Ведь здесь, на этом пути, Человеку давалась путеводная нить для духовного созерцания. Храм Покрова. Это как первая встреча духовная с Божьей Матерью на Владимирской земле. А затем в Боголюбове церковь Рождества Богородицы. Вот она там, крайнее справа стоит. А во Владимире Успенский собор. Рождество Божьей Матери и ее Успение. Несмерть, но победа над смертью. И между двумя этими событиями Не только весь земной путь Богородицы, Но и все события священной истории Нового Завета. Ведь вот благодатная тема для размышлений. И именно так русский человек читал и дивную книгу Божию, И те письмена, которые он сам вносил в нее. В сокровищнице святоотеческой мудрости Есть очень важная истина, Которая раскрывает смысл созерцания прекрасного. На что часто смотрим, Что нас окружает, То невольно входит в душу, Отпечатлевается в сердце, А затем и в поступках. На что чаще смотрим, То отражается в наших делах. И через это оказывает воздействие, По сути, на все бытие человека. А вот на что смотрим мы чаще всего сегодня. Что видели наши предки, мы знаем. Нас же окружает сегодня в основном Однообразная, бессодержательная среда, Которую ученые-психологи назвали Гомогенной средой. Особенно опасно в этой среде Чередование однородных элементов, Которые создают то, Что ученые называют агрессивным полем. Оно действительно агрессивно воздействует На внутренний мир человека. Человек впадает в состояние неуверенности, Внутренней подавленности, Психической неустойчивости. Он компенсирует это агрессивным отношением Ко всему миру. Психологи пришли к выводу, Что рост молодежной преступности В современных городах Определен именно вот этой Гомогенизацией визуального пространства. Уродливое внешнее пространство Создает уродливое пространство Внутри человека. И это разрушающе воздействует На все бытие И человека, и общества. Русский ландшафт, русский пейзаж Неизменно нес и несет в себе Неизреченную красоту И идею необходимости Насколько это возможно Перенести горнее в дольнее. В русском ландшафте Прекрасно выражена идея Соборности. Но не того механического Коллективистского единства, Которое нам насаждалось долгое время, А единства всех во Христе. Идеал соборности Точно выражен В словах Христа Спасителя В его обращении К Отцу Небесному Да будут все едино Как ты, Отче, во мне И я в тебе Так и они Да будут в нас едино Вот это Соборное единство С неизреченной красотой Несет в себе Русский рукотворный ландшафт. Богословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа Ныне и присно И во веки веков И вот это единство, Эту несказанную красоту Русь ведь утрачивала много раз И порой указалась навсегда. Как вновь обрести это? Еще в конце 13 века Вот здесь, в Успенском Владимирском соборе Святитель Серпион В присутствии величайшей нашей святыни Владимирской иконы Божьей Матери Обращал и к слушающим его И ко всему народу русскому Свои вдохновенные проповеди. Страшно, дети, подпасть под Божий гнев. Чего не навлекли мы себя? Какой казнь от Бога не восприняли? Не пленена ли земля наша? Вот уже к сорока годам приближаются страдания и мучения И дани тяжкие на нас непрестанны. Голод, мор на скот наш, и в сласть хлеба своего наесться не можем, истинания наши и горе сушат нам кости. Кто же нас до этого довел? Наши безверия и наши грехи Наше непослушание и нераскаянность наша Нисколько не изменились вы Если кто из вас разбойник, разбой и не бросит Если крадет, воровства не оставит Если другого, кого ненавидит, враждует без устари Если кто обижает и грабит, не насытится Не было кары, которая бы нас миновала И теперь непрестанно казнимы Не обратились мы к Господу Не раскаялись в наших грехах Не отступились от злых своих нравов Не очистились от скверны греховной Позабыли страшные кары на всю нашу землю В ничтожестве пребывая Себя почитаем великими Вот почему не кончается злое мучение наше Зависть умножилась Злоба нас держит в покорстве Тщеславие ум наш вознесло К ближним вражда вселилась в наши сердца Ненасытная жадность поработила Лучше, братья, отстанем от злого Прекратим все злодеяния Разбой, грабежи, пьянство, прелюбодейство Скряжничество, ростовщичество Обиды, воровство, лжесвидетельство Гнев и ярость, злопамятство, ложь, клевету Если не перестанете То позже горшие беды нас ждут Молю вас, братья, каждого из вас Вникните в помыслы ваши Узрите очами сердца дела ваши Возненавидьте их и отриньте К покаянию придите Гнев Божий перестанет И милость Господня И зальется на нас И все мы в радости Прибудем на нашей земле По уходе от мира сего Придем радостно, как дети, к Отцу К Богу Своему И наследуем Царство Небесное Ради Которого Господом созданы были Господь сотворил нас великими Мы же своим ослушанием Себя превратили в ничтожных Праздник Божия Сохрани под кровом Твоим Христо любивое Господь создал нас великими А мы постоянно сами себя делаем ничтожными Церковь обращает вечные истины ко всем временам И поэтому ответ на вопрос Что делать Данный здесь более 700 лет назад Обращен и к людям начала третьего тысячелетия Я по Твоя держава и Твое есть царство И силой слава Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и приснул И во веки веков Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok